Я приветствую своих подписчиков и новых зрителей на канале Видеомонтажник. Разработчики видеоредактора VSDC не перестают радовать нас своим отношением к продукту. Регулярно выходят обновления, добавляющие новые интересные функции в видеоредактор. Сегодня мы разберем эффект под названием частицы, который был добавлен в редактор в обновлении 6.6. На сцене у нас вот такое тематическое осеннее видео. Украсим его падающими листьями и заодно разберем настройки данного эффекта. Переходим во вкладку видеоэффекты, натур, частицы. Зададим по всей длительности. Сразу после того, как было установлено данное обновление, эффекта по умолчанию в редакторе не было. Поэтому его приходилось скачивать и делать определенные действия. В одном из последующих небольших дополнений эффект добавили по умолчанию. Но я на всякий случай расскажу всю цепочку действий, если вдруг по умолчанию данного эффекта в редакторе у вас не будет. Кроме того, данный алгоритм действий вам может понадобиться, если вы решите скачать новый шаблон. Обратимся к окну свойств. Для работы данного эффекта нам нужны шаблоны, которые мы можем скачать с официального сайта, либо загрузить свои. В графе группа шаблонов нажимаем вот на эту кнопку скачать. Редактор перенаправит нас на официальный сайт, где нам будет предложено на выбор несколько шаблонов. Нажимаем на осеннюю тему. Нам предложат открыть шаблон или сохранить. Выбираем сохранить. После скачивания данный файл лучше разместить в удобном для вас месте, где бы его всегда можно было найти. Я размещу в папке редактора Program Files Flash Integra. Нажимаем на значок с папочкой изменить и выбираем тот самый файл, который мы скачали. После этого в графе шаблоны мы сможем выбрать шаблон. Нажимаем. Здесь четыре варианта с названием времен года. Выбираем осень. У нас начали падать листья и желуди. Как вы поняли по настройкам ниже, особенности падения всего этого мы можем изменить. Графа ниже изображение. Ее мы пока пропустим и обратимся к ней чуть позже. Следующая строка. Угол направления. Здесь мы задаем угол, под которым падают объекты. При значении 0 они у нас двигаются сбоку. Сила ветра. Задает скорость движения наших частиц. Линейное движение. По идее, должен включать и отключать определенный алгоритм движения объектов. Но визуально я большой разницы не заметил. Размер частицы. Давайте увеличим. Увеличим. Все понятно. Максимальное количество частиц. То есть, максимальное количество объектов, которые одновременно будут отображаться в кадре. По умолчанию 128. Давайте уменьшим. Использовать слои. При включенной функции мы можем задать многослойные движения объектов. Чем дальше слой, тем меньше объекты. Тем самым мы задаем объем и глубину нашему эффекту. Для каждого отдельного слоя мы можем сделать индивидуальные настройки. Но в некоторых ситуациях данная функция нам возможно будет не нужна и мы имеем возможность ее отключить. Уровни размытия указывают на степень размытия объектов. Повернуть объект. Каждому из слоев мы можем задать вращение. Причем во всех трех измерениях. Что придает естественность данному эффекту с падающими листьями. Но в каких-то ситуациях, одно из которых мы сегодня разберем, нам вращение может быть не нужно. Либо нужно только одно. Например, мы добавили мяч и задали ему только одно вращение, как будто он катится. То есть при необходимости данный эффект мы можем либо отключить полностью, либо настроить отдельно для каждого выбранного слоя. Теперь давайте создадим свой шаблон. В графе изображения выбираем изменить. И выбираем нужное изображение. При нажатии на треугольничек мы видим добавленное изображение. Выбираем его. Получилось, что попало. Спускаемся ниже. Максимальное количество объектов. Данное значение определяет, как объект выглядит в кадре. Изменим до одного. Уменьшим силу ветра. Перейдем к графе «Размер частицы» и увеличим размер нашего изображения. Уровень размытия уменьшим до минимума. И давайте отключим поворот объектов, чтобы они у нас двигались без вращений. Вот такой получился эффект. А я на этом заканчиваю. Не забывайте поставить лайк. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует...